Итак, прокладка маршрута и поиск площадок для заданий участникам будущего глобального приключения G4 продолжается. Однако, наше участие в экспедиции не ограничивается тем, что мы пробуем все эти задания на себе, как подопытные кролики. Мы еще и постигаем абсолютно новое явление в нашей жизни. Явление под названием Монголия. Утро третьего дня началось с того, что мы ищем дорогу в горы. Там, говорят местные, есть потрясающее живописное плато, откуда открывается несравненный вид. И надо посмотреть, может быть, действительно это местечко будет пригодно для проведения одного из соревнований будущего приключения 2009 года. Во всяком случае, сам факт того, что найти это место непросто, уже задаст интригу соревнованию. Пока вот колесим по долине между деревьями, но пока не можем найти возможность подняться вверх. Кроме того, сегодня нам в идеале нужно отыскать какой-нибудь водоем, более-менее пригодный для того, чтобы там провести регату на каяках. Пока ни одного водоема за те два с лишним дня, которые у нас были до этого, мы просто не видели. Но самое главное, что вечером нас ждет уже более-менее культурный ночлег. У нас будут снова очень комфортабельные юрты и душ. Если вы не можете долго наслаждаться тишиной, и если вам не хватает голоса друзей по радио и соседних машин, то тогда не забывайте с собой брать музыку в дорогу. Потому что здесь никаких FM-радиостанций нет. Мы просканировали весь эфир, и единственное, что мы нашли, некую ископаемую монгольскую радиостанцию на длинных волнах. Собственно, чем мы удовлетворяемся. Похоже, мы заехали в тупик. По крайней мере, так утверждают местные. Но в любом случае, мы знаем дорогу назад, поэтому выберемся. Попробуем максимально доехать до того места, пока мы не упремся в никуда. Кстати, говорят, там есть источник с натуральной минеральной водой. Так что все равно имеет смысл доехать хотя бы посмотреть на это. Но нас впереди ждал тот же случай, что и в начале нашего путешествия, когда мы отправились удивляться замерзшему водопаду. Автомобили уперлись в тупик, а дальше тропа. И сколько по ней идти до источника, неизвестно. Но любопытство и жажда новых впечатлений берет свое. Навьючиваемся оборудованием и вперед. Идти пришлось километра два. Недовольные козы всю дорогу швырялись в нас сверху камнями. Увидели наконец-то живую небутилированную воду и радуемся, как дети. Стадионная она такая настоящая и солоноватая на вкус немножко. Однако можем потешить собственные эстетические представления, можем потешить собственную органолептику. Но вот практического применения, к сожалению, этому найти невозможно, потому что для каякинга, даже для каякинга, слишком узко и слишком мелко. Так что придется искать сегодня другие водоемы. Но и за это спасибо. И, кстати, не мудрено, что место это святое. Так что можем снова брать камушки, ходить по часовой стрелке и загадывать желания. Видимо, то ли достали мы немного богов своей активностью, то ли желания не те загадывали, то ли не искренне были. Но решили сыграть они над нами злую шутку. Речка сия, понятное дело, для каяков не сгодилась. Но буквально в 50 километрах мы нашли на карте огромное озеро. Идеальное место для водных упражнений. Через час езды по выжженной солнцем до состояния бетона пустыни мы видим его уже не на карте, а мы видим это озеро поочию. Да, наверное, не самое удачное место выбрали наши английские коллеги для того, чтобы устроить привал и обед. Вот отсюда, насколько хватает глаз, нет вообще ничего живого. Тут даже ящерицы не бегают. Но вот эта картина может наверняка порадовать взгляд любого фаната огромных скоростей. Потому что в Монголии довольно много вот таких вот высохших соляных озер, которые просто созданы для того, чтобы по ним носиться без каких-либо ограничений скорости и достигать максимально возможных пределов. Но пока рекордсмены, наверное, многие даже об этом не подозревают, устанавливают свои рекорды в Блэк-Роке и на соляных озерах возле Солт-Лейк-Сити. Но я уверен, когда-нибудь они появятся здесь и не разочаруются. Здесь просто все вокруг проникнуто таким духом, который не подразумевает никаких ограничений. Важно только правильно слиться с ним. Но даже среди этой кажущейся мертвой пустыни есть жизнь. Люди в Монголии живут везде, словно им тесно. Двум миллионам на территории трех Франций. Каждые 20-30 километров обязательно увидишь вдалеке или вблизи ли юрту или стадо. Кстати, вот эти многочисленные животные, которые встречаются у дороги, верблюды, козы, бараны, кони, это все частная живность, несмотря на то, что в Монголии до сих пор остается социалистической страной. Интересно, что богатая монгольская семья имеет свыше тысячи голов скота. Тысячи представят себе эту цифру. А семья с не очень большим достатком, считающаяся, так сказать, чуть ниже среднего, все равно это 300-400 голов. Безумные цифры. Кстати, хороший повод заглянуть в гости к монгольской семье. Вообще жилище монгольской семьи, наверное, отражает всю суть современной Монголии. Здесь нет ничего наносного, ничего показного, ничего лишнего. Здесь все подчинено функции. И здесь сочетаются, на первый взгляд, несочетаемые вещи. Вековые традиции, традиции тысячелетий в виде юрты, идеального жилища для пустыни и для степи с благами современной цивилизации, с солнечной батареей и спутниковой тарелкой. Пользуясь гостеприимством монголов, давайте заглянем внутрь. Сен-Бено, Сен-Бено, Сен-Бено. Здравствуйте. В Монголии, кстати говоря, многие говорят по-русски, понимают русский язык, но мы будем приветствовать на местном языке. Здравствуйте, Сен-Бено. Можно? Спасибо, спасибо большое. Итак, помним о том, что в юрте нужно ходить по часовой стрелке. Обратите внимание, все работает от одного автомобильного аккумулятора. И телевизор, и спутниковый приемник, и даже освещение, лампочка, все запитно от одной батареи. Но, видимо, этого хватает. Как долго люди живут на одном месте в юрте? Как часто они ее перемещают? Месяца два-три проводят, и потом качают в другое место. А это они считают богатая семья, или это средняя семья? Вот как у них, как они сами себя считают? У них где-то скота около тысячи. Поэтому можно считать, что они нормальная, богатая семья. А детей сколько? Одна дочка, да? А они в город ездят, или они в город не ездят вообще? Они вот живут в степи просто, и все, да? А что они едят? Где они берут продукты, запчасти? У них мотоцикл есть, запчасти для мотоцикла. Где они все это берут? Они просят кого-нибудь съездить в город, а не в город, а в райцентр. Ну что ж, нам надо ехать уже. Спасибо, до свидания. Бар-тла, бар-те, бар-те, бар-тла, бар-те. Многие туристы и путешественники сегодня приезжают в Монголию со своими палатками. Палатка, конечно, это хорошо, это здорово, это свобода. Где я захотел, там и остановился, там и заночевал. Но, конечно, если на улице дождь, например, ветер сильный или холодно очень, в палатке некомфортно. Так что смело проситесь в любую юрту, какую увидите, прямо в первую попавшуюся. Монголы очень гостеприимны и никогда не откажут вам в крови, в еде, в питье. Кстати, сезон дождей, вернее, месяц дождей, здесь июнь. Так что имейте в виду те, кто собирается в Монголию. А все остальное время стоит довольно сухая, но очень ветреная, в прямом смысле слова, погода. Впрочем, у местных относительно монгольской погоды свои представления. Любое время года тут надо благодарно принимать. Лет и осень – самые благоприятные периоды для путешествий. И ветров нет, и дождя. Зимой тоже можно путешествовать, только очень холодно. До минус 35 температуры может опускаться. А весна очень ветреная, много песка и пыли. Но в любом случае экстремалам это тоже должно понравиться. Но к нам погода благоволила. Да и попали мы в Монголию в один из самых благоприятных месяцев – в июле. Так что даже для принятия водных процедур препятствий было мало. Тем более, что мы уже почти добрались до места нашей последней стоянки. Почти все наши планы выполнены. Площадки найдены. Часть маршрута проложена. Но кое-какие долги, особенно связанные с водной стихией, остались. Всем хороша страна Монголия. Но вот с чем здесь плохо, так это с водой и с водоемами. Окажись, мы здесь тысячи или десятки тысяч лет назад. Все было бы совершенно по-другому. Но вы видели эти соляные пространства. Там мне осталось не то, что капли воды. И только на третий день, под конец третьего дня, буквально подножье нашего лагеря, мы нашли наконец-то маломальски пригодную речушку для того, чтобы попробовать походить на каяки. И не обращайте внимания на ее ширину. Она довольно глубокая. Все-таки полвесла – это не шутки для Монголии. Ну что ж, попробуем, поехали. Окей. Ready? Да, дорогие друзья, глубина оказалась обманчивой. Видимо, мы замерили ее в одном единственном, так сказать, исключительном месте, потому что мы сели на мель на каяке. Кто повторит наш подвиг? Мы не знаем. Видимо, уже те, кто пойдет в следующей группе, может быть, найдут какой-нибудь другой, более приемлемый для этого водоем. А если нет, проведут заезды на каяках в каком-нибудь олимпийском бассейне в Улан-Баторе. Ну, а нам пора прощаться с этой удивительной и очень гостеприимной страной. Что значит эти три дня по сравнению с теми десятками тысяч, а может, и миллионами лет, которые существует вся эта красота? Величественная красота. И пусть здесь все так и будет дальше. Пусть здесь будет палящее солнце, и пусть не будет здесь мобильной связи. Очень хочется сюда вернуться еще раз, и надеюсь, это обязательно случится. И если вы захотите проехать нашими тропами, не только нашими, но участников приключения G4 2009 года, то есть обязательно сделайте это, без тени сомнения. Только чувствуйте себя здесь гостями. Гостями в этой неповторимой вечности. Гостями в этой неповторимой вечности.